Дмитрий Борисович, я вас приветствую. Спасибо, что присоединились к нам. Вот скажите, пожалуйста, вы видели заявление Дмитрия Медведева, статью, которая была опубликована накануне в РИА Новости, которая продолжает призывать чуть ли не к уничтожению Украины как государства и украинцев как нации. Означает ли это, даже если вы этого не видели, означает ли это то, что вещи Олег, как говорится, свою линию гнёт, что хотят по-прежнему уничтожить, подчинить себе Украину в Москве? Вы знаете, я бы скорее сказал, что это отражает степень неадекватности, потому что, ну, понятно, что история пошла не так, как её видели в Кремле. Мне кажется, это очевидно, что, что бы там в Кремле ни говорили, никто не собирался 40 дней водить хороводы вокруг Украины. Полагали, что начальственным голосом рявкнут, из пушки выстрелят, украинцы испугаются, националисты разбегутся, а здоровое такое, ну, про украинского народа с радостью примет освободителей, обнимет и расцелует. Вот всё это не состоялось и не могло состояться, потому что это чрезвычайно далеко от реальности. И то, что сейчас происходит, мне кажется, даже нет смысла особенно глубоко анализировать. Ну, Дмитрий Анатольевич, мне кажется, выступает, я имею в виду Медведева, он выступает не для аудитории, а для Путина. И вообще все сейчас, кто выступает в публичном пространстве Российской Федерации, спешат зафиксировать свою лояльность. Именно потому, что дела пошли плохо, и в этот нелёгкий момент надо показать уважение как бы к родине, как бы к России, а на самом деле лояльность по отношению к Владимиру Владимировичу Путину лично. Ну, то, что Медведев политик не самостоятельный, довольно хорошо известно, и, в общем, что другого от него можно было ожидать, если сказать по чести. А что касается публикации Рео-Новости, ну, во-первых, мне кажется, что это даже вот такая Рео-Новостная публикация не является формулировкой российской такой доктрины, скажем так. То есть это не передовая в правде, как в былые времена? Ну, можно это так воспринимать, но мне кажется, это настолько убого, в общем-то. Ну, собственно, и передовые в правде тоже были никогда не очень, нельзя было их назвать глубокими, умными. Так называлось в старые добрые времена установочная статья. Вот не знаю, установочная, неустановочная, какая разница, что они там устанавливают? Потому что это все слова. А вот, кстати, одна из проблем политологии, вы с этого начали, заключается в том, что сейчас уже говорить не о чем. Сейчас все, что надо сказать, украинские вооруженные силы говорят на поле боя. И от них все зависит. Потому что что мы сейчас будем тут умствовать в всяких политологических терминах, если понятно, что Россия будет наступать там, где может наступать и продвинется так далеко, как ее пропустят или там как далеко отступят украинские вооруженные силы. Вот и вся политология. Причем мне представляется, что выводы политологии простые. Значит, Путин просчитался, Путин влез куда не хотел и Путин получает. И получают все более очевидно. И вопрос только в том, как быстро это будет осознано. А что там эти установочные или постановочные статьи говорят? Да сколько угодно. Что Украина не есть государственная структура. Что это не до государства. Что украинцы не до народа. Да мало ли, Господи, ради Бога. Это не более чем шум ветра в камышах. Потому что Украина на деле показала, что это как раз такое государство, это такая нация, которая раньше никогда не была столь сплечена. Благодаря тому, что туда пришел Владимир Путин, Украина показала такое единство, которое вообразить было невозможно. Так что все эти соображения насчет того, кто там нацист, а кто там не нацист. Это все просто, мне кажется, попытка самому себе бросить спасательный круг. Довольно глупое занятие, потому что статья в Рео-Новости вряд ли поможет Владимиру Путину, потому что Рео-Новости это ручное информационное агентство при Владимире Путине. А чтобы кто-то в это всерьез поверил, глядя на то, что происходит в действительности, я, простите, пожалуйста, говоря, никогда не поверю, потому что, ну, 40 дней сороковины, собственно говоря. Можно сказать, что мы отвечаем сороковины для Владимира Владимировича Путина. Так что даже я бы сказал, ну, не важно, что они там напишут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова